Ну вот к концу подходит наш курс по D7. Как вы могли заметить, мы зачастую использовали часть методов старого ядра, часть методов были уже из нового ядра D7. Ситуация на текущий момент такая, что не все методы старого ядра еще были перенесены на новое ядро с соответствующим рефакторингом или появились другие подходы к решению тех или иных задач с использованием нового ядра. Рассмотрим еще ряд полезных методов и классов API ядра D7. Мы их разберем обзорно, но вы можете самостоятельно изучить их более глубже. В первую очередь хочу сказать о классе BittrexMain.io. Данный класс предназначен для работы с файлами, папками, путями и тому подобное. Мы уже сталкивались ранее с некоторыми из его методов. От данного класса наследуются три класса. Патч. Работа с путями. Содержит в себе целый набор статических методов для разных случаев. Директори. Класс до работы с папками, копирование, перемещение, удаление. Файл. Класс до работы с файлами. Также различные действия с файлами. Еще один класс. BittrexMainWebHTPClient. Данный класс служит для работы с HTTP. Содержит методы, которые выполняют запросы, как правило, на удаленные сервера. Содержит внутри только динамические методы. Например, можно выполнить GET-запрос или POST-запрос. Можем также с использованием данного класса при запросе установить куки, нужные нам. И если удаленный сервер требует HTTP авторизации, то мы можем авторизоваться. Также есть метод, который позволит нам загрузить файл с удаленного сервера. Это только некоторые методы работы с HTTP. Также имеет специальные классы для работы с датой или датой и временем. Есть специальный класс для работы с URL. Этот класс позволяет разбирать URL, получать те или иные параметры. Например, имя домена. Ну вот тот небольшой набор методов и классов, с которыми я вам рекомендую более подробно познакомиться уже самостоятельно. Ну и этот список не является исчерпывающим. А с вами был Сергей Покоев из интернет-агентства Интерволга. Надеюсь, вам все понравилось. До встречи в новом видео. Пока!